Вы по-прежнему слушаете Радио Народная Волна и в ближайший час мы совершим с вами экскурсию в новую реальность с Татьяной Минакер. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Итак, событий каждый раз происходят множество. Новая администрация не перестает удивлять нас своими новыми проектами. О чем мы сегодня поговорим? Вы знаете, я, честно говоря, смотрю на ситуацию гораздо в более широком историческом масштабе, чем просто эта жалкая, вообще позорная кучка идиотов, которая захватила власть в Америке. На самом деле они-то как раз смогли это сделать именно благодаря тем медленным изменениям, которые я как раз и хочу описать в своем разговоре сегодняшнем. И насчет экскурсии в новую реальность я начну с того, что я как раз совершила сейчас экскурсию по моему загару, вы видите, что я приехала из Флориды. И я там провела потрясающие две недели, но это была действительно антропологическая экспедиция, которая началась с того, что я шла к Американ Аirline по новому абсолютно только что построенному терминалу Сан-Францискского аэропорта, который назван именем Харви Милка. И практически весь терминал – это музей славы этого человека с фотографиями во все стены и так далее. Я просто хочу напомнить, кто это такой, для тех, кто не смотрел фильм Харви Милк, где его играет Шон Пенн. Харви Милк – это был первый открытый гомосексуальный супервайзер в Сан-Франциско, ну это по-русски говоря член городской думы, который был убит. Причем, если вы смотрели фильм, это никакого отношения к его, так сказать, личным делам не имело, то есть его, правда, любовник повесился, потому что он ему очень сильно изменял. Это было время полного, так сказать, промискуитета в нашем Кастро-дистрикте, а это гомосексуальный район в Сан-Франциско. И он участвовал в таком гомосексуальном гареме в Сити-Холле в Сан-Франциском. Там главой этого гарема был мэр Москони в то время, и один из супервайзеров, которому это все уже, так сказать, дошло, для него это просто уже стало невыносимо, он взял винтовку и разрядил ее и в Москони, и в Харви Милка. Это был 1978 год. Если вы помните, может быть, кто там следит за американской историей, после этого мэром Сан-Франциско стала Диана Файнстайн, которая вообще, Сан-Франциский пост мэра, это такая джампинг-борд, то есть это доска прыжка в политику американскую. Она вознеслась очень высоко, но что интересно, она была как раз несколько против всего этого гарема, который на кассе, так сказать, развился. Она закрыла гомосексуальные бани, за что ее гомосексуалисты не очень возлюбили. Но вы, наверное, помните, что как раз вот это был период страшной эпидемии СПИДа, и она как раз вот пыталась эту эпидемию остановить, закрыть эти бани. Но почему я сейчас об этом говорю? Потому что вот это то, что все это приняло такой чудовищный и открытый размах, это напоминает нам слова Библии, которые говорят, что грех, который открыт, я извиняюсь, но я сейчас выгляжу просто как раввин в юбке, но дело в том, что грех, который открыт, он и не прячется, он гораздо страшнее и омерзительнее греха, который прячется. Вот грех вот этого, так сказать, мужеложства, который это одно из таких известных многовеховых, многотысячелетних запретов, он практически стал не то, что открытым, не то, что он просто стал поощряемым, и практически его прославляют сейчас. И вот этот новый терминал Сан-Франциского аэропорта – это как раз вот это прославление этого греха. Понимаете, прославление этого греха, причем, вы понимаете, мы все… Вот я, например, как человек, который вырос в атеистической стране, вы будете даже смеяться, но моя первая работа после университета – это было преподавание атеизма в Лесотехнической академии. Другой работы просто не было с моим философским дипломом. И я, так сказать, стала постепенно, благодаря атеизму, знакомиться немножко с религией. Основное знакомство у меня произошло, когда я попала в отказ и в подпольное еврейское образование. Но вы знаете, вот это смешно, что я только сегодня, уже став бабушкой, начала понимать некоторые запреты иудаизма, которые перешли в христианство. И вот об этом мы сегодня поговорим, потому что все это на самом деле, то, что сегодня такая какая-то омерзительная администрация в этой стране, это результат на самом деле, это не причина, а результат того, что происходило уже десятилетия и десятилетия практически, начиная с 50-х, 60-х годов в Америке. И вот я как раз хотела об этом поговорить, потому что у нас мало кто, так сказать, понимает, чем Америка отличается от других стран, как она возникла, как она была образована, кем она была построена, почему она такая, почему на сегодняшний день практически абсолютно все, что мы держим в руках, включая этот компьютер, интернет, начиная с зубной щетки, все практически было изобретено вот этой англо-протестантской цивилизацией, которые, в общем-то, мы их называем ВОСП, этот white, англо-саксон, протестант, в основном протестантская цивилизация, она создала вот все то богатство, которым мы сегодня владеем. И вот, понимаете, уничтожение этой цивилизации должно привести к чудовищному краху. И вот прославление, уничтожение запретов, цивилизация эта, цивилизация, она зиждилась на запретах, запретах Библии. Вы знаете, вот интересно, что Тен командует с 10 заповедей, которые, так сказать, являются основой иудейско-христианской религии. Это в основном слово «нет», это слово «нет», это запрет. Не лги, не прелюбодействуй, не выжилай жены своего ближнего, это в основном слово «нет» и не поклоняйся никому, кроме единого бога. Это, так сказать, завет монотеизма. Понимаете? И я хочу сказать, что, к сожалению, вот мы, ну, все, кто из Советского Союза эмигрировал, там очень мало у кого была возможность вообще что-то узнать о религии. Мы все были воспитаны атеистами, мы все, там, первое слово после мамы в детском саду нам объясняли, что бога нет. И вот вы знаете, как интересно, что я на сегодняшний день прошла путь от человека, который преподавал атеизм, до человека, который сейчас пытается, то есть преподавать атеизм я не могу, но я пытаюсь осознать очень многие заветы. И вот сейчас, вы знаете, у меня открылись глаза на совершенно удивительные вещи. Я не могла понять, почему атеизм запрещает это и христианство тоже вслед за ним, почему запрещается это и христианство вслед за ним. И вот я хотела как раз немножко об этом поговорить, описывая свое путешествие во Флориду одновременно. Потому что после того, что я ошалела от этого терминала в Сан-Францисском аэропорту, прославляющего практически развратника, гомосексуалиста, который, ну, как вам это сказать, он фактически был у корня, ведь в тот период на Кастро появилась такая, значит, группа таких бизнесов, как Клуб Эрос, например, гомосексуальные бани, куда люди просто приходили и там имели по 20-30-50 совокуплений. Естественно, что ничего удивительного, что эпидемия, это был такой страшный после этого взрыв спида. Это практически, понимаете, вот такого типа поведения, это форма массового убийства. И никто на это даже внимания не обратил. Собственно говоря, и спасибо этой Диане Фанстайме, что она хотя бы что-то сделала, чтобы это остановить. Но, возвращаясь дальше, я сажусь в самолет, и я прилетаю в Майами. У меня там два сына, которые бросили и удрали из Нью-Йорка, потому что там все закрыто, и вообще, так сказать, невозможная жизнь стала. Поселились в Майами, и я решила, так сказать, с ним повидаться, поскольку это, так сказать, право матери, желание матери. И вот я приезжаю, они работают из дома, поэтому выходные мы вместе, а на будние дни они меня поселили в очень хорошую гостиницу. Хилтон, Дабл Три. Я так спокойна, потому что как человек, работающий в турбизнесе, я знала, что это хорошая гостиница, всегда была хорошая, хорошие такие спокойные, четыре звезды это было всегда. Вы знаете, ребята, я ничего подобного в своей жизни не видела. Я в бассейне этой гостиницы, я еще один мужчина, были только двое белых. Дело не в белизне кожи, дело не в цвете. На гостиницу высадились, вот примерно, если кто-то из вас смотрел фильм «The Crown», где английская королева приезжает в Кению, как раз перед тем, как она узнает, что умер ее отец, она становится королевой. И вот эти дикари, которые выходят ее встречать, там показано очень так подробно, как они выглядели. Вот это то, что я увидела в этой гостинице. Вы знаете, женщины, вот у каждой вместо ресниц вот такая щетка для того, чтобы сметать крошки со стола. То есть, я не понимаю, как вообще можно веки поднимать с такой тяжелой щеткой. Ногти, как у динозавра, причем длина там 20 сантиметров, но цвет такой, что его видно из космоса, цвет спасательного жилета, настолько яркий. Но я так смотрела на эти ногти и думала, боже мой, если она ночью нечаянно царапнет своего мужа или бойфрента, то у него просто кишки вывалятся, понимаете, потому что это просто оружие. И вы знаете, вот вы когда вот видите вот это все, которое еще орет дико, которое вообще, то, что называется флоунтинг, то демонстрирует свои эти жирные зады, которое, так сказать, лезет в бассейн и там практически совокупляется на глазах у остальных, вы знаете, это вообще приводит вас к совершенно дикий шок. и вы знаете, что у меня возникло? Это чувство нарушения безопасности, которое я всегда ощущала в Америке. Вы знаете, в Америке я практически всегда ощущала свою безопасность. Вы знаете, оно у меня начало исчезать, потому что, когда вы видите этих людей, это не только искорбление эстетического чувства. Дело в том, что как философ я прекрасно понимаю, что этика, эстетика и этика, это обычно близнецы. Понимаете, люди, которые так безобразны в своей эстетике, они обычно безобразны в своей этике и в своем моральном поведении. Это обычно абсолютно идентичные близнецы. И вы понимаете, вот этот момент сразу мне напомнил вообще и показал мне, что сейчас происходит в Америке. Вы понимаете, дело в том, что если вы возьмете историю, то это чаще всего практически вот это джудео-крищен монотеизм. Это с одной стороны монотеизм, а с другой стороны язычество. Язычество – это поклонение чего угодно. Золотому тельцу, не потому, что он золотой, просто это животное, любое многобожие, поклонение фалосу, сейчас это поклонение заду черному, поклонение чего угодно, но только не Всевышнему, не вот этой идее единого Бога, который иудаизм и христианство несут в мир. И вот это совершенно дикая проблема сейчас, мало кто это понимает, потому что сегодня по сравнению вот с тем временем, что мы приехали, наша эмиграция, скажем, 70-е, 80-е годы, когда 74% населения объявляло себя религиозными, когда я приехала в мой первый год в Феникс, Аризона, там можно было вообще в воскресенье ни с кем не договариваться, все были в церкви, просто все шли в церковь, на всех перекрестках, на четырех углах стояли церкви. Евреи все шли в синагогу, в Йон-Кипур все было закрыто, то есть люди жили вот религиозной жизнью, понимали, что это такое, ощущали это. На сегодняшний день это, так сказать, это абсолютно снято, у молодежи это снято, я разговариваю с молодым поколением, люди, окончившие Ivy League University, они не читали Библию. Вот вы знаете, это, конечно, для меня было потрясение, потому что эта книга, это основа иудео-христианской цивилизации. Они ее просто не читали, они даже не знают, что это такое. Зато они тут же тебе говорят, что там убили Джорджа Флойда, и там вообще, так сказать, полиция плохая, и прочее, прочее. То есть, на сегодняшний день они просто превратились в какой-то отстойник идей чисто, я бы сказала, языческих, просто языческих идей, и очень далеких, очень-очень далеких от всякой совершенно цивилизации. Их ненависть к Америке, на самом деле, это тоже ненависть к иудейско-христианской цивилизации, потому что, если мы вспомним сегодня, ведь сегодня мало кто объясняет нашим детям, как была основана Америка. Вы знаете, мне вот случайно так повезло, что я училась в американском университете, где я брала курс английской литературы 17 века. И 18-го, там, и так далее. Вы знаете, вот вы все Робинзона Круза читали, да, Даниэл Дефо, там, а он, оказывается, написал еще кучу очень интересных книг, которые описывают эмиграцию в Америку. Кроме того, вы все смотрели фильм Скарлетт Летта, там, про трагическую любовную историю, там, а книга, написанная Холл Торном, эта книга совершенно о другом, там не только любовная история проходит, это история практически вот тех эмигрантов, которые приехали в Америку строить Новый Иерусалим. Ведь они ехали, это была религиозная эмиграция, чисто религиозная, это были протестанты, протестанты из Франции, протестанты из Германии, но в основном протестанты из Англии. И вот они ехали, они держали в руках, как бы не смешно, Библию на иврите. Они хотели жить по Ветхому Завету. У них была идея построить Новый Иерусалим. И вот если вы возьмете эту книгу Хоу Торна, Скарлетт Летта, вот красная буква, это был прекрасный фильм с Деми Мур, то вы увидите, что он, этот священник, мало того, что он держал Библию на иврите, и вот церковь была оформлена надписями на иврите, они изучали иврит для того, чтобы изучать Ветхий Завет и жить по Ветхому Завету. И вот это сегодня мало кто помнит и мало кто понимает. Мало кто понимает, что Америка была построена как страна религиозная, как страна, которая хотела жить по Библии. И вот, понимаете, вот это монотеизм с одной стороны. С другой стороны, вот это язычество, это язычество социализма, в котором мы с вами попали, в котором мы родились, это язычество, которое не ценит человеческую жизнь, не знает вообще. И вы знаете, вот это смешно сказать, но тех из нас, кто, так сказать, в возрасте, помнит такое русское выражение, как богобоязненный, и что люди старшего возраста, много нас старше, они говорили, ты Бога не боишься. А вы знаете, что интересно, что вот как раз вот этот страх Бога, наверное, это то, что и держит цивилизацию. Достоевский же сказал, что если Бога нет, то все дозволено, потому что можно и убить тогда, и украсть, и изнасиловать, и в общем-то, мораль – это, в общем-то, запрет, и запрет, который определяется вот этим божьим страхом. Если люди не верят им все равно, то это уже становится все относительным, релевантным, так сказать. Есть, нет, неважно, что хотим, то и делаем. И вот это как раз проблема, это вот очень ясно, я увидела в этой гостинице, потому что в этой гостинице вот противостояли две цивилизации. Сама гостиница прекрасная была построена, будем так говорить, вот людьми, которые выучились на этих заветах «you shall honor your work», «you shall be true to your work», ты должен уважать свою работу, ты должен быть честен в своей работе, а с другой стороны, вот понимаете, язычники, дикари. И вы знаете, я тут же вспомнила весь свой чудовищный опыт последних полутора-двух лет, даже больше, чем двух лет. Первый памятник в Сан-Франциско был снесен уже где-то года почти три назад. Вы знаете, вот это снесение памятников, причем совершенно под идиотскими предлогами, абсолютно под идиотскими, мне сначала это было непонятно, потом до меня дошло. Это люди просто не в состоянии, это дикари и полудикари, которые не в состоянии освоить и догнать современную цивилизацию. Таких сколько угодно. Мы все думаем, что мы общаемся в нашем собственном кругу интеллигентных или полуинтеллигентных людей, и мы думаем, что все такие. Ребята, это не так. Вы знаете, существует масса людей, которые вообще ничего не знают и ничего не понимают. И для них, будем так говорить, поощрение, их сумасшедшие разрушительные инстинкты выразить, это то, что им сегодня нужно. Потому что, опять же, цивилизация – это запрет. Человек не считается в иудаизме совершенством. Он должен бороться со своей натурой, он должен бороться со своей природой. Именно это, вот именно эта борьба с этой природой, с этой натурой, это как раз то, в чем, будем так говорить, люди совершенствуются. То, в чем они борются. Потому, вот считается, существует, например, в иудаизме существует целый ряд рангов морали. Например, если ты просто пожертвовал кому-то деньги, это хорошо, но если ты пожертвовал и не сказал, что ты пожертвовал, это считается более высоким, так сказать, хорошим поступком. Понимаете, мораль тоже имеет свои высоты. И низость, падение – это то, с чего начинается. А моральность – это реальность. Вот моральность – это уже цивилизация, ее надо строить. И вот эти люди, они не способны подняться на ступени этой цивилизации, они не способны ее изучить, они не способны ей соответствовать. Поэтому они способны только разрушать. И они ее разрушают. Почему они напали на памятник Сервантесу и сгадили его? В чем дело? Чем Сервантес им не понравился? Они даже не знают, кто это такой. Определенно, я уже не говорю, что никто этих не читал, если вообще что-нибудь читал. Почему они уничтожили в Сан-Франциско памятник Скотту Маки, человеку, который во время войны с Англией, находясь в тюрьме, написал гимн Star Spangled Banner, звездно-полосатый флаг. Прекрасный памятник уничтожили. Почему они уничтожили памятник генералу Гранту, который воевал против рабства на стороне северян? Вы знаете, у меня был ужасный, так сказать, совершенно момент. Я знала, что в Голденгейт-парке в нашем, в Сан-Франциско, вот эти памятники уничтожены. Вот тут я везу экскурсантов на телеграфный холл, туда, где рядом с этой башней стоит потрясающий памятник Христофору Колумбу и построенный, подаренный город итальянским консульством. Он прямо летит вот так над заливом и смотрит вперед, это, знаете, такой вперед смотрящий, высоченный красавец. Я вот приезжаю и памятник снесен. Вы знаете, это был первый случай в моей жизни, когда я заплакала перед туристами, потому что это был один из самых красивых памятников в городе. Но я уже не говорю про то, что они снесли памятник Early Days, можете посмотреть на Google, доберите Early Days, ранние дни. Это был потрясающий, потрясающая скульптура, великолепный памятник миссионерам, которые осваивали Сан-Франциско, осваивали Калифорнию. Вот, там была проблема в чём? Там миссионер, рядом, значит, стоит миссионер, такой монах, рядом с ним в шляпе такой круглый испанец, конквистадор, вот из тех, кто осваивали Калифорнию, и лежит рядом индейец. И вот монах, он индейца крестит, вот таким вот баптизм такой делает. И вот кто-то подучил каких-то индейцев сказать, что это знак Виктория, вот эти два пальца Чорчилля, победа знак, что это как бы победа над индейцами, и вот поэтому этот памятник должны были снести, его снесли. Вы знаете, господа, я вам скажу честно, что если бы мне кто-нибудь сказал, что я доживу в Америке до момента, когда варвары практически, дикари, будут сносить прекрасные скульптуры, которые они даже понять не могут, вы знаете, я бы сказала, что он сумасшедший. Сегодня я могу сказать, когда я слышу о том, что требует, так сказать, чтобы Бетховен был кенцел, чтобы уничтожили Бетховена, там, Леонардо да Винчи, что даже требует, чтобы ноты уничтожили, поскольку люди не могут ноты изучить, они должны только по слуху играть, вот как вот, попробуйте, сыграйте второй концерт Рахманинова без нот, я на вас посмотрю. Вот, и вы понимаете, это все нападение дикарей, и что самое ужасное, что это нападение инспирируется элитой, которая хочет на плечах этих дикарей пробиться к власти, и они уже этого добились, и вот здесь мы можем, так сказать, спокойно показать уже сегодня на сегодняшнее американское правительство, потому что это те самые, так сказать, это та самая группа оппортунистов, которая на плечах дикарей с их помощью пробилась к власти. Надо сказать, что опять же, возвращаясь к Библии, я помню, что практически каждый американский президент до Обамы, каждый, всегда цитировал Библию, всегда, и это был их общий текст, общий язык с их, так сказать, избирателями, с американским народом. Сегодня уже никто Библию не цитирует, то есть, вы можете взять просто по списку любые речи, я уже не говорю там про Рейгана, про Буша, там, про кого угодно, Дейзенхауэра. Все цитировали Библию. Сегодня все, забыли про это. И вот, понимаете, вот это противостояние монотеизма и дикарства, монотеизма и язычества, вот это то, что, собственно говоря, то, в чем сейчас находится Америка и цивилизация, может быть спасена только, будем так говорить, пониманием того, что мы теряем, потому что, когда люди перестают иметь камертон морали, что, собственно говоря, Библия, и это Божий страх, страх Всевышнего, страх согрешить, смешно это звучит в устах человека, преподававшего атеизм, но, тем не менее, это так, потому что, кроме дикости, омерзения и убийств, массовых убийств, как это было в 20 веке, а и сталинские, и гитлеровские режимы, они были оба нацистские и коммунистические, они были оба чудовищно аморальными, они были просто аморальными, и Гитлер, кстати говоря, ненавидел Америку, ненавидел капитализм, он хотел создать, так сказать, единую Германию, бесклассовую, социалистическое, такое нацистское общество, это нацито-национал-социалистическая партия, а Сталин хотел создать коммунистический интернационал, только если Гитлер был больше заострен на Германии, то Сталин хотел еще весь мир захватить, а чтобы весь мир был, так сказать, бесклассовым коммунистическим обществом под его нежным руководством, вот, и поэтому вот эти вещи были возможны только из-за того, что атеизм, собственно, взял верх, что язычество взяло верх, что отсутствие страха Бога взяло верх, и что за этим всегда следует, это всегда массовое убийство, сегодня пока еще только убивают наши тексты, сегодня нам запрещают говорить, сегодня нам затыкают рот, на платформах сидят люди с промытыми мозгами, и, конечно, это совершенно, так сказать, тяжелейшая ситуация, вопрос в том, что делать, как вечный вопрос к этому вопросу, Татьяна, мы знаем, а теперь вопрос, что делать, к этому вопросу мы вернемся сразу после короткой рекламной паузы, продолжаем нашу программу, вопрос, не сегодня, не вчера, не позавчера, это результаты многолетней деятельности и системы образования, которая воевала с религией, я вообще человек не религиозный, но я понимаю, что религия, по сути дела, обозначила рамки цивилизации, если бы не те запреты, о которых вы говорили, то, наверное, и цивилизация бы не состоялась, вы абсолютно правы в этом. Вы знаете, я вам уже сказала, что я только уже в позднем возрасте стала понимать, вот немножко лучше, вот иудаизм, вот его часть, которая впоследствии стала базисом христианства, потому что, вот когда вы читаете просто Библию, что Господь отделил день от ночи, то вначале вы вообще не понимаете ничего, потом начинаются другие отделения, во-первых, начинается отделение будней от праздников, Господь запретил, дал человеку субботу, то есть день отдыха, и запретил в этот день работать. Вы знаете, мы все всегда смеялись над религиозными людьми, ну, кстати говоря, я еще и в России, у меня там христиане говорили, что нельзя воскресенье стирать, потому что это как бы шаббат в христианском понимании, я тогда тоже этого не понимала, вот, но когда я уже стала заниматься иудаизмом, и я испытала, что такое шаббат, и поняла, насколько это дает человеку абсолютно другое ощущение отдыха, ощущение отключения от всех своих забот, и насколько оно меняет его, а добавилось, вот у меня еще подруга в кардиологии работает, и она сказала, что она проводила исследование сердец стариков религиозных в Бруклине, она сказала, что она таких здоровых сердец за всю свою работу никогда не слышала, вот, но это потому, что человек, так сказать, заводит ритм отдыха и работы, и этот ритм его держит, как часы, которые постоянно заводят, они дольше работают, понимаете, более того, вы знаете, вот эти все разделения, которые тоже мне были непонятны, они сейчас на меня встали абсолютно ясно перед глазами, потому что, когда начался весь этот абсолютно чудовищно аморальный маразм с трансжендерами, с тем, что сегодня внушает школах детям, что они могут выбрать свой пол, вы знаете, я вспомнила, что иудаизм запрещал мужчинам одеваться в женскую одежду, и наоборот, женщинам в мужскую, категорически, категорически это было запрещено, для меня это было очень странно, но ты подумаешь, какая разница, вот сейчас мне это стало понятно, потому что, так сказать, сексуальная ориентация, она находится больше, как ни странно, чаще в голове, чем в половых органах, и вот очень часто люди начинают путаться, и это приводит, это на медицинский термин, это джендер дисфория, а вообще-то это, к сожалению, есть люди, и, слава богу, очень мало, ничтожно мало, но есть люди, которые, имея органы мужчины, думают, что они женщины наоборот, и ведут себя, как женщины наоборот, и вот как раз иудаизм, вы понимаете, нам кажется, что все это происходит первый раз, что гомосексуализм случился первый раз, что мы такие передовые, что мы сейчас узнали, вот это такой, вот такой гомосексуализм, и будем сейчас его исповедовать, мы думаем, что трансжедеризм случился первый раз, что он вот тут чего-то прямо сразу первый раз, и мы сейчас победим всех, а иудаизм, он уже три с половиной тысячи лет, миллион поколений, это все наблюдал, и видел это все много-много раз, понимаете, и он знает, что нельзя это допускать, потому что иудаизму наплевать на ваше личное вот это моментальное счастье, что вы решили, что вы женщина, используете себя как женщину моментно, или наоборот, что вам показалось, что вы захотели существо того же самого пола, вот в этот момент, и вам иудаизму наплевать на ваше вот это моментальное личное счастье, и вот цель и идея, это сохранение народа, понимаете, сохранение народа, чтобы он размножался, и если все забудут, какого они пола, что, собственно говоря, кстати, во многих таких европейских странах уже произошло, как Швеция, скажем, там фактически нет натурального уже воспроизводства, там натуральное воспроизводство уже за гранью такой, что уже не подняться, даже если они вдруг начнут воспроизводиться, Германия та же самая, они уже часто воспроизводятся за счет мусульманской эмиграции в основном, сейчас в Германии самое распространенное имя, там Мохаммед, или что-то в этом роде, понимаете, то есть, как только начинаются игры с полом, игры с неразделением мужчины и женщины, вот точно так же, как Господь разделил день и ночь, Он разделил будни от праздников, будни отделяются от праздников, строжайшим образом для религиозных людей, как для евреев, так и для христиан, Он разделил абсолютно, так сказать, мужчину и женщину, и вот это очень важно, потому что, если они начинают смешиваться, и то, что сейчас у меня подруга, она в фэшн индустрии работает, ее пригласили работать в Юнисекс-стор в Нью-Йорке, то есть, где вся одежда непонятно какого пола, то есть, одного пола в общем-то, и сегодня в детских магазинах нет уже игрушек девочек, игрушек мальчиков, и одежды для мальчиков, и для девочек не существует, вы понимаете, что это абсолютно противоречащие концепции, то есть, тут концепция сохранения нации, иудейско-христианская, а с этой концепции уничтожения нации, все очень просто, потому что тут достаточно полтора поколения, уже никто не будет ни рожать, ни жениться, ничего, почему в синагогах таких ортодоксальных, там вообще мужчины и женщины сидят отдельно, они правда объясняют это, что мужчины не должны отвлекаться от молитвы, красотой женщин, на самом деле это то самое отделение, потому что смешение, постоянное пребывание совместное, оно снижает сексуальную, так сказать, sexual attraction, пол перестает быть интересным, то есть, уже теряется интерес, когда перед тобой постоянно ходит женщина, у которой даже трусов нет реально, то уже интерес, как говорил Бернард Шоу, что когда-то маленькая дырочка на перчатке нас возбуждала больше, чем целая голая спина на бальном платье, потому что это была очень большая редкость, увидеть у женщины кусочек руки, который открылся между перчаткой и платьем, сегодня там уже просто нечего открывать, ничего не осталось, и понимаете, естественно, что вот этот натуральный интерес мужчины просто теряется вообще, какого хрена, он хочет убежать от всего этого, потому что вот это мясо, особенно когда ты видишь все эти представления сегодняшнего, назовем их Эрика Бэнкса, и вот все эти невероятные вопли сношающихся рунгутангов под видом музыки, которым Эйми Реворс дают, и это мясо, которое трясется, когда вообще, так сказать, символом красоты становится жирный зад, в общем, безобразно жирный, то, вы знаете, я не знаю вообще, у кого вообще какой-то интерес вообще в состоянии сохранится, понимаете, и это, конечно, уничтожение, это уничтожение нации, причем очень быстрое, что характерно, очень быстрое, куда все эти народы подевались, вспомните тот же Рим древний с тем же гомосексуализмом, и Грецию с этими мальчиками, ну, о чем говорить, все знают историю, это, в общем-то, всегда совпадает с упадками, это всегда совпадает с упадком, что еще очень страшно, это то, что сегодня нашим детям в школе объясняют, что они могут выбрать себе пол, и уже у них начинается такой вообще сдвиг по фазе в голове, что я вообще просто плохо себе представляю, как там 13-14-летний ребенок может вообще с этим справиться, когда для него учитель – это главная фигура в жизни, важнее, чем папа с мамой, и этот, так сказать, учителям объясняет, что он не уверен, что ты не должен быть уверен, что ты девочка, ты не должен быть уверен, что ты мальчик, вполне возможно, что ты девочка, и вообще, какой твои родители имели право тебе дать этот пол, вообще, почему они за тебя выбирают, подожди, вот ты выберешь, может быть, и вы знаете, это такое вообще происходит, сдвиг у детей, просто сдвиг ненормальный, вот с этим надо бороться, я, вы знаете, говорила тут со своими друзьями в Нью-Йорке, и когда я стала там жаловаться на какие-то политические несовпадения, скажем так, они сказали, Таня, ты с ума сошла, это все ерунда, ты посмотри, у нас детям внушают, что они мальчикам внушают, что они девочки, а дети внушают, что они мальчики, какой же тут 16-19 проект, какое рабство, какое основание Америки, о чем ты говоришь, давай будем с этим бороться, что с этим делать, и вот тут я хотела еще одну вещь сказать, очень, на мой взгляд, важную, я сегодня получила от своего брата там восторженное, так сказать, письмо, что ему очень понравился мой предыдущий брат Кассы, и он пошлет его друзьям, но демократам он посылать не будет, потому что это все равно бесполезно, вот это неправильно, вот тут надо бороться до последнего, бороться со своими детьми, спорить с ними, объяснять, доказывать, биться, чтобы, во-первых, они поняли, что вам это важно, потому что, что бы там ни было, вы все равно для них дорогие люди, дальше, вы поссоритесь там на полгода, там на три месяца, это тяжело, да, но все равно у них это останется, потом дальше, вот тот мой брат, решение моего брата не посылать брат Кассы, демократам, тоже неправильное, среди них есть люди, у которых их убеждения очень поверхностные, и их интеллектуальное пространство надо заполнять своими идеями, потому что эта пустота заполняется теми, кто слева, а мы должны заполнять их своими идеями, а самое главное, разрушить иллюзию, что все думают так, как они, потому что они все живут с этой иллюзией, они живут полностью с этой иллюзией, что все думают так, как они, и вот эту иллюзию надо категорически разрушать, с ней надо бороться, она очень, так сказать, она очень, ну, поощряет тех, кто им еще больше, так сказать, тащит их влево, тащит их совершенно в другую сторону, надо бороться за всех, из последних сил бороться, я еще раз, вы знаете, мне очень понравилась эта история, которую рассказал Лео Вайнштейн про двух старушек, которые бежали за автобусом, одна осела в будке и плюнула, плюнула, а другая бежала из последних сил до последней минуты, и автобус остановился, водитель вышел, ее забрал, вот мы должны быть второй старушкой, а не первой, понимаете, мы должны бороться за своих детей, мы должны бороться за Америку, потому что это потрясающая страна, которая нас приняла, и которая, собственно, дала нам очень многое, вот я сейчас была во Флориде, и я уехала оттуда абсолютно счастливая, почему, потому что, вы знаете, так получилось, я увидела круг, несколько своих очень близких друзей, они, в свою очередь, привели своих друзей из Нью-Йорка, из, там, из Бостона, и там собралась большая компания иммигрантов, и вы знаете, вот я увидела людей, моего возраста, чуть помоложе, которые приехали сюда в 70-х, в конце 70-х, в начале, там, в конце 80-х годов, и вы знаете, из их разговоров, там, из всего, я увидела, какие они потрясающие жизни себе построили, как они живут, причем они ведь работали точно так же, тяжело и честно, как они работали в Советском Союзе, вы знаете, но вот достоинство, счастье, благополучие, вы понимаете, вот видеть все это, для меня было огромным счастьем, потому что я всегда, я попала очень рано в отказ, и я была большим пропонентом эмиграции, я всегда уговаривала, я говорила, что надо уезжать там, и так далее, и вы знаете, я поняла, что, в общем-то, я была права, и, в общем-то, как вам сказать, что вот это движение, которое было, оно во многом себя оправдало, вопрос другой, что сейчас мы попали в новую историческую реальность, и вот как мы себя в этой новой исторической реальности поведем, это очень важно, очень важно, там мы были мужественны, мы встали и уехали, это огромный кровавый труд был, и очень, так сказать, моральное тяжелое решение, вот надо понять, что мы должны делать здесь, чтобы спасти эту страну, единственный светочь цивилизации сегодня, последний, так сказать, оплот иудейско-христианской морали, и вот давайте подумаем, что мы можем делать. Абсолютно верно, потому что, сидя на диване, и, так сказать, жалуясь друг другу, навряд ли что-то произойдет, и, к сожалению, как показывают результаты выборов, ну, я знаю большое количество, огромное количество русскоязычных, подавляющее большинство русскоязычных, скажем, тех, кто слушает наше радио, понимает, что происходит, и не согласны с этим, и, как бы, возмущаются по этому поводу, но вот, когда дело доходит до каких-то конкретных шагов, оно, к сожалению, не так массово, я не могу сказать, что совсем никто ничего не делает, есть активные люди, есть люди, которые принимают участие в выборах, и в каких-то мероприятиях, но их число, по сравнению с количеством населения русскоговорящих, проживающих вот здесь, в нашем штате, значительно ниже, чем могло быть, и вот, скажем, были выборы в местные органы власти, были выборы в школьные дистрикты, что очень важно на самом деле, ведь то, что происходит в школах, это вот фундамент того, с чем мы сейчас сталкиваемся на самом деле, это ведь все идет в значительной степени из школы, а школы, как мы знаем, руководят не учителя, не профессионалы своего дела, а системой образования руководит профсоюз, то, что называлось в свое время школой коммунизма, и даже вот последние открытия показывают, что решение, которое принимало CDC, оно основывалось не на научных данных, не на исследованиях, а на давлении со стороны профсоюза школьных учителей, то есть скрылись имейлы, которыми они обменивались, и как только Байден вполз в овальный кабинет, профсоюз учителей стал бомбить CDC, эту организацию, которая выпускает, издает, так сказать, указы, распоряжения, гайдлайнс, по которым мы якобы живем, и вот сейчас выясняется, что на решение CDC повлияла лоббистская атака профсоюза учителей, так вот, на сегодняшний день, я сегодня слушал коротенькое выступление ЗИЦ-председателя, и он говорит о том, что вот сейчас FDA работает над тем, чтобы разрешить, скажем, вакцинирование детей, начиная с 12-летнего возраста, а в принципе разговоры идут о том, что необходимо вакцинировать детей, вот этой вакциной от ковида, с 6-летнего возраста, то есть дети, которые не получат, как бы, эту вакцину, не будут допущены в школы, у меня остатки моих волос на голове встали дыбом, то есть, мало того, что они буквально заставляют взрослых вакцинироваться, я не против вакцины, и человек, который добровольно, так сказать, по своим убеждениям, по своему пониманию, идет и вакцинируется, я приветствую это, на здоровье, раз вы хотите, пожалуйста, но заставлять людей, позволять вводить в организм вещество, о содержании которым никто толком ничего не знает, о последствиях, которые могут быть в ближайшем будущем или в следующем поколении, тоже никто ничего не знает, а вопросов масса, если вы посмотрите информацию не в официальных источниках, выступают врачи, выступают специалисты, и говорят о вопросах, скажем, женщины, возможно, потеряют способность рожать, то есть будут бездетными, потому что у некоторых наблюдается там сбой менструального цикла и так далее, но делать вот такие эксперименты над детьми, на мой взгляд, это то, что они позаимствовали у доктора Менгеля, то, что они позаимствовали у нацистов, нельзя, на мой взгляд, категорически нельзя этого сделать, а они хотят это сделать как бы обязательно. Вы абсолютно правы, я вам хочу сказать, что более омерзительные организации, чем Американский профсоюз учителей, я просто не знаю, я наблюдаю давно очень за этой Рэнди Вейнгартен, которая является председателем этого профсоюза, это лесбиянка, которая не имеет сама детей, которая там поменяла несколько любовниц, каждый из которых были определенного рода тоже социалистками, и сейчас она жената на женщине, которая как бы раввин, и которая ходит обмотанной гомосексуальным флагом. То есть это, понимаете, это психически больные люди, которые вымещают свое психическое заболевание на детях, и то, что американцы вообще позволяют им это делать, это совершенно ужасно. Понимаете, и вот тут еще возникает еще один момент, что, к сожалению, вот я недавно тут была на Бук-клабе, который вела американская еврейская писательница. И вы знаете, для меня как-то после того, что я послушала то, что она говорит, это тоже, в общем-то, предки, в смысле, простите, потомки евреев, которые когда-то уехали из России, только давно уехали, это наши, скажем, двоюродные братья наших дедушек и бабушек, или прадедушек и прабабушек. И вы знаете, вот у нее такой поворот в голове того, что, значит, вот он не был настоящим феминистом, а она была настоящей феминисткой. И вот, понимаете, они помешаны на этом феминизме и вообще на любом изме. То есть, вы знаете, я когда ее слушала, я просто поняла слова Солженицы, что просперити бритцидиаси, вот благополучие, так сказать, дает возможность развиться полному идиотизму. То есть, они просто отошли от жизни совершенно, у них нет связи с реальностью. И вы понимаете, к сожалению, вот мы сталкиваемся, они находятся, они ушли от тудаизма совершенно, они ушли вообще от любой религии, и они впали в ересь вот этого язычества дикого совершенно, со всеми измами, поклонением к римату, поклонением деревьям. Вы знаете, вы будете хохотать, но в одной из своих экскурсий, я делаю такие экскурсии в Мейервудс, это национальный парк секвойных деревьев, я иду, за мной группа в 20 детей, и веду эту группу, и вдруг я вижу чудовищное зрелище, я не знаю, куда мне бежать. Стоит женщина, голая, абсолютно, и обнимает дерево. И, понимаете, а за мной дети. И вот я потом выяснила, оказывается, это есть такие вот древопоклонники, которые приходят в этот Мейервудс, и там обнимают деревья. То есть, понимаете, сумасшедших сколько угодно, но почему надо такую потрясающую страну, как Америка, отдавать сумасшедшим, вот это мне совершенно непонятно. А то, что председатель профсоюза учителей сумасшедшая сволочь, я послушала ее тут одно интервью, это и Рэнди Вейнгарден, я бы задушила ее, как мать трех детей, я бы ее задушила собственными руками. Я уже не говорю, что иудаизм запрещает людям, которые не имеют детей, занимать посты такие, ну, их запрещали, Израиль запрещал, выбирать их в цари, выбирать их в судьи, потому что люди, которые не имеют детей, не могут судить. Вот, это один из заветов иудаизма. И этот человек возглавляет обучение всех американских детей. Ребята, вы с ума сошли? Абсолютно. Мир сошел с ума, и наша страна в том числе. К сожалению, времени больше не остается на сегодня, но мы еще не раз вернемся к этой теме. Татьяна, огромное вам спасибо, и до встречи. Скажите вашим слушателям, чтобы они звонили и писали, и шли ко мне на экскурсии, а то сейчас с ковидом мой бизнес просто, я бы хотела сказать, в черной заднице, но я вспомнила, эти черные задницы, нет, он не там. Он еще туда не нашел. travelart.com, да? travelart.com? travelart.center. Это мой веб-сайт, travelart.center. Вот, мой email travelart at hotmail.com. Спасибо огромное. Спасибо. Компания Travel Art. Все, счастливо, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...